Пожелания, предложения, идеи и готовность принять участие в их реализации. Рабочая поездка Леонида Маркелова в Оршанский район, как и все предыдущие визиты в муниципальное образование республики, сопровождалась активным диалогом с местными жителями. Именно диалогом, так как принять участие в беседе с руководителем республики мог каждый, а Леонид Маркелов уже традиционно придерживался формата вопросов и ответов без цензуры. Оршанка стала 17-й и заключительной площадкой, где проводилась встреча голосования, в которой приняли участие руководители региона Леонид Маркелов и еще три кандидата, за которых могли проголосовать выборщики. Это Светлана Солнцева, Ольга Цветкова и Владимир Шишкин. Традиционно каждый из них выступил перед жителями района, после чего присутствующие могли задать свои вопросы. Одной из главных тем обсуждения на встрече в Оршанке стала работа Марийского нефтеперегонного завода. После существенного простоя он начал свою работу год назад и сегодня является градообразующим предприятием для района. В планах руководства завода – расширение производства и открытие около тысячи новых рабочих мест. Впрочем, в районе широко представлены и предприятия сельхознаправления. Здесь выращивают свиней, цыплят бройлеров, а по надоям молока на одну корову – оршанские буренки впереди всей республики. Между тем, проблемы здесь есть, как и везде, и их решения власти региона связывают с дальнейшими инвестициями в производство. Район непростой, район аграрный, но потенциал района велик, поскольку решение ефтеперегонного завода не только даст новые рабочие места, а также строительство других предприятий рядом с ефтеперегонным заводом, потому что это, скажем так, технопарк образуется, позволит задействовать всех желающих жителей района в производстве и получение дополнительных доходов и в республиканский бюджет, и в российский, и в муниципальный. Отсюда решение всех социальных вопросов. Развитие холдинга Акашева на территории дальше продолжится, и другие предприятия будут открываться. Сегодня стабильная ситуация, вовремя плачутся заработные платы, ремонтируются, строятся социальные объекты. Мы в этом году два ФАПа сдаем, выделяем деньги на ремонт дорожного покрытия, выделяем средства для того, чтобы финансировать социальные инициативы районного центра. Район развивается, люди верят в перспективу, и это очень хорошо. В целях привлечения граждан к участию в местном самоуправлении и развитии территорий в республике в 2014 году запущен проект по поддержке местных инициатив в городских и сельских поселениях. В Оршанском районе реализовано сразу 8 инициатив на 80% профинансированных из бюджета республики. В их рамках были установлены три детские площадки в селах и отремонтированы дороги. Продолжается работа и по газификации. Только в прошлом году газ провели в три населенных пункта великопольского сельского поселения. Уровень газификации по Оршанскому району составляет 66,3%. И нынче эта работа будет продолжена. Голубое топливо придет к жителям деревни Черки.